...человека, который знает все нюансы, все детали, все подводные камни и я уверен, что у всех присутствующих будет более чем интересно послушать то, что будет происходить сейчас на этой сцене и на нашем экране. Я приглашу ваших аплодисментов в презентацию новейшей серии смартфонов HTC One менеджера по продуктам HTC в России Евгения Павлова. Евгений Павлов уже здесь. Здравствуйте, Евгений. Вам слово. Хорошо. Добрый вечер, товарищи. Спасибо, что пришли. Давно не видел, честно говоря, потому что такие презентации одна из моих любимых возможностей рассказать вам о наших таминках. Поделиться страстью, страстью, которую мы выполняем, вдыхаем, чтобы делать лучшие смартфоны на сегодняшний день. Итак, телефон сейчас, телефон, по большей части, это что-то такое личное, свое, собственное, в некоторой степени даже интимное. То, чем вы пользуетесь каждый день. Поэтому в таких предметах, в таких вещах очень и очень важен дизайн. Теперь вопрос к вам. Хотели бы вы, чтобы телефон с таким дизайном был у вас и, достав его из кармана, все качели вокруг «Ух ты, что это?» или «Ах ты, что это?» Естественно, всем нужен потрясающий дизайн в таких вещах. Второй вопрос. Бывает так, что вы что-то смотрите на какие-то вещи, взгляд останавливается, и вы понимаете, что да, это мое, это то, что нужно. Бывает. Вот. Сегодня я расскажу вам о таком телефоне. Это телефон HTC One. На самом деле это не телефон, это даже целая серия флагманских новых устройств. Идея такая, что это один телефон, который вам нужен. Это одна камера, которая вам нужна. Это один способ, чтобы наслаждаться вашей новой музыкой. Это все HTC One. На самом деле это лучшие устройства, которые мы когда-либо делали. Это звучит невероятно, но после окончания презентации вы поймете, почему это именно так. Хотя, перед тем, как показать вам это устройство, показать его здесь, позвольте себе сперва рассказать о нем, поделиться всем, что я знаю, все, что есть там крутого и инновационного. Я уверен, что вы будете довольны вниманием деталям, которые мы уделили, когда разрабатывали последнюю версию наиши интерфейса Synth 4. Многие знают эту оболочку, она многим полюбилась, стала культовой уже, но она продолжает, продолжает улучшаться. В этот раз Synth 4 вобрала в себя очень-очень много инноваций. Я с удовольствием вам о них расскажу после презентации, помогут люди здесь, которые работают. Однако сейчас я сфокусируюсь на самых главных и важных вещах. Это нереальная камера и реальный звук. Именно так. Почему мы сделали акцент на этих вещах? Потому что это то, что позволяет лучше воспоминать какие-то ассоциации или передается с эмоциями. То есть, когда вы смотрите на фотографии, которые сделали, или слушаете музыку, вы что-то вспоминаете, когда происходило в тот момент. То есть, это более ближе и душевнее, и духовнее, так скажем. Именно поэтому перед нами стояла задача. Это сделать использование камеры на телефоне таким же удобным, простым и понятным, как пользование камерой обычной цифровой камеры с продвинутыми возможностями. Немножко статистики. Ученые там посвечались, пособирали всякие исследования и поняли, что фотографирование с телефона – это на самом деле функция номер два, которую люди делают после, естественно, звонков. За последний год, как пример, более 45 миллиардов мобильных фотографий было загружено на Facebook. Причем это статистика только для Facebook. Здесь еще не посчитали наши ВКонтакте, одноклассники и так далее. Основная проблема этих фотографий какая? Мобильных фотографий. В том, что их качество не очень хорошее. Естественно, они были сделаны из большого количества разных, абсолютно разных устройств, производители которых говорили о том, что теперь появились хорошие качественные камеры. Однако на деле, на примере своих друзей, вы можете посмотреть, что качества все-таки фотографий там было недостаточно. Поэтому, именно поэтому, возможность дать лучшую камеру в телефоне – это огромный приоритет для инженеров нашей компании. Из HT-WAN мы представляем технологию ImageSense. ImageSense – это целый набор такой инноваций, которые выгодно отвечают HT-WAN от других смартфонов. То есть, это все то, что принимает участие в формировании изображения, начиная с линзы, сенсора, софта и меню, то есть интерфейса, каким вы пользуетесь при фотографировании. Дополнительно, кроме этого, мы даже поработали с микросхемами и сделали специальный чип, который позволяет обрабатывать фотографии, делает это быстро, снимает нагрузку с процессора и делает это более качественно. Вот именно вот этот комплекс, этот комплекс ImageSense технологий, он работает, чтобы снимки, каждые снимки получались максимального качества. Но давайте поговорим сначала тогда уже и про камеру. Одна из вещей, которую мы обнаружили, это то, что не все, к сожалению, люди знают, что в телефон умеют снимать видеоролики. Сейчас, да, в интернете это стало популярно, выкладывают ролики на ютюбе, но все же, возможно, это одна из причин, почему видео до сих пор меньше, чем с фотографией. Но теперь это все позади. Почему? Потому что есть очень простое решение, когда кнопка камеры и когда кнопка фото находятся прямо на одном экране. То есть делайте фото, делайте видео, не думайте абсолютно про настройки, просто творите, потому что это тяга к искусству, правильно? Видите? Жизнь вокруг нас идет очень быстро. В Орнене ВК замечали, что неделя за неделей пролетают незаметно. Вот. И у нас у всех были случаи, когда что-то рядом происходило, но мы не успевали достать камеру и снять это на видео, и момент уходил. Вот в этих телефонах с технологией ImageSense, она позволяет сократить существенно, сократить время, которое нужно для первого снимка. Итак, время инициализации камеры. Просто невероятное. Просто невероятное предвремя. Мы стремились его сделать 0,7 секунды, правильно? Почему 0,7? Потому что это среднее время, которое нужно человеку, чтобы отреагировать на все то, что происходит вокруг. Сейчас я включу вашего внимания немножечко, потому что мы это проверим на практике. Смотрите, это серфингист, он поедет по волне, и следите за временем, которое пройдет после того, как человек нажмет на клавишу камеры. Итак, вот серфингист. Сейчас появится палец. Нажмет на камеру. Так, время. 0,7 секунды. Это просто было очень быстро. Очень быстро. После этого мы постарались, чтобы вы поймали хороший момент. И технология ImageSense позволяет фотографировать, фокусироваться на изображении всего за 0,2 секунды. Образно говоря, это то время, которое нужно, чтобы ваш глаз моргнул. То есть вы его практически не замечаете, оно отсутствует. Благодаря такой быстрой фокусировке можно делать очень много крутых штук. Например, мультисъемка. Мы ведь правда не знаем, когда случится тот или иной момент. Например, отважный сноубордист, который поедет сейчас со склона Зимнего горы, когда он там, не знаю, упадет, сделает какое-то вращение, достаточно было нажать и удерживать клавишу фотосъемки, и телефон сделал несколько кадров. Скорость за расстрельность – это около 4 кадров в секунду. Поэтому это очень важно, чтобы не упустить тот самый единственный момент, ради которого вы доставали камеру и выбирали, собственно, объект съемки. После этого, когда у вас много кадров, вы можете выбрать лучше или сохранить все. Следующий момент при фотографировании – это плохая освещенность. К сожалению, от нее никогда не деться. В помещении, где достаточно светло вечером, где у нас часто бывает много свободного времени, нам нужно также делать снимки. Что мы сделали в этом случае? Мы проанализировали эту ситуацию и выделили три ряда условий, когда это возможно. Это когда нет света вообще, это когда мало света, или это когда контровое освещение. После того, как эти проблемы были определены, то инженеры начали работать над решениями. И вот что они придумали. Для низкой освещенности важен хороший объектив, потому что объектив – это то, что позволяет принять в себя больше света. Вот в серии HT-WAN используется лучший объектив в своем классе. Он использует линзы с фокусным расстоянием 2.0, которые поплощают на 44% больше света, чем линзы, используемые в других смартфонах. Там фокусное расстояние 2.4. Если среди вас есть фотографы, то я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. А как быть при фотосъемке, когда вообще нет света? Часто мы все видели испорченные фотографии вспышкой, когда либо лицо, либо что-то еще засвечено, либо белые лица. Поэтому здесь нужно судномикой придумать. И ImageSense тоже взяла на себя эту задачу. Поэтому теперь камера имеет определять расстояние до объекта, она умеет смотреть, какие условия освещенности, и автоматически настраивается вспышка именно на ту яркость, именно на ту мощность, которая нужна для этого конкретного кадра. Хорошо. Третья задача. Что можно противопоставить съемке напротив яркого света? Я уверен, что большинство из нас с этим сталкивались, потому что лицо в таких ситуациях получается абсолютно черное, когда там позади объект, который вы снимаете, какой-то яркий источник света. Так вот, наши инженеры начали решение и на этот счет. Они взяли технологию HDR, выдержали из нее все, что можно, и посмотрите на результат. Слева представлены телефоны, которые абсолютно не обработаны снимки, снятые с помощью наших симпатиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!